Друзья, мы снова на берегу Енисея. Непогода выгнала меня из сада, хотя там надо мной не капало, я был в беседке, но ветер, ветер, и я знал, что сорвется съемка из-за того, что ничего не будет слышно. Я залез в автомобиль, вот, и хотя там снаружи идет слабенький дождь, хотя там также порывами ветер, все-таки продлить разговор, удаться только тут. Итак, перед вами тот самый Енисей, который дает насыщение, предельное насыщение энергией. Вот, я подозреваю, что соответствующих проверок, испытаний, анализов воды не было сделано. Например, сравнить воду болотную, озерную, просто речную, вот с этой водой, которая падает с гигантской высоты. Латинков мне сказал так, так вот, почему у вас такой процветающий сад. Ну, здесь от Енисея до моего сада килограмм, ой, метров двести. Вот, он решил, что это, если не главная причина, то все-таки причина. Интересная гипотеза, но еще раз говорю, здесь должны быть, как в Сочи, толпы людей, так что здесь негде будет, не то, чтобы присесть бы негде было. И все они должны купаться в этой воде. Вы скажете, какая, к черту, вода на улице плюс 10, плюс 8 было утром, и вода, естественно, не теплее. Так. Вот, она у нас даже в середину лета плюс 13, когда самая дикая жара, мерил плюс 13. Вот, особая вода, ну и то, что холодно, это бодрит. Ну, как бодрит? Вот. Сделал из меня чуть ли не экстрасенса. Появились какие-то новые способности. Звонок телефонный, я беру трубку, поговорил с Секом. От какого номера он звонит, я не знаю. И вообще ни одного номера. Я свой-то несколько лет запоминал. Память такая плохая. Вот. И клал трубку. И однажды вдруг мне осенило. Я взял, написал пять цифр. Думаю, угадал, не угадал. Звонил, да, попал туда же. То есть, я даже на это был способен. Но потом мне стало... Я познакомился с несколькими экстрасенсами. Я был любознательным до предела. Вот. А мой личный опыт... Да, действительно, есть феноменальные люди. Но, еще раз говорю, все окружено мистикой. Я хочу избавить вас от мистики. Вот. Сегодня утром наше местное радио сказало, что в Абакане, вот, было мошенническим путем у бабушки, изъято 206 тысяч рублей. Ее, якобы, вылечили от сглаза. А почему она отдала такие деньги? Догадайтесь. Потому что она всерьез верит, что ее вылечили от сглаза. Вот. Видите? А эта бабушка была когда-то пионеркой, комсомолкой. Наверное, она мое возраста. Значит, в 60-х годах ходила в школу. Вот. Почему ее не научили ничему толковому? Да потому что не хочет наша наука заниматься этими вещами, которые называются смежные науки. Смежные. Они на грани реального. Очень много мистики. И просто отстранилась от этого, и потеряла свои навыки пионерские, навыки, так сказать, первопроходцев. Вот. Если были, помните, там несколько фамилий, там, Казначеев, Голод. Еще несколько таких, которые вроде бы и принадлежали к сообществу ученому. Но скорее были какими-то изгоями, можно так сказать. Кто бы их всерьез принял. И вот, значит, мы с вами находимся сейчас как раз на границе. Как получается, что бабушки даже умудрились не внушить веру в то, что нет никакой мистики. Что нет никаких, это, телепатий, ясновидения, телекинеза там. Вот. Уже тогда бы она не поддалась. Хотя бы 200 тысяч всю жизнь поди откладывала. Это, не потеряла бы. Но самое интересное, что и телекинез, и телепатия, и ясновидение, все это есть. Один пример с телефонными звонками я вам уже называл, но это мое личное мнение. Вот. Но, перейдем к целительству. Первая, последняя попытка моя заниматься целительством. Энергии девать некуда. Я на улице встречаю знакомую. Тогда ей было лет 60, а мне было лет 40. Энергия у меня кипела. Как дела? Вот. Да вот, уже на пенсии. На заводе вместе работать. На люмином. Да вот, здоровья нет. Я говорю, что там? Да вот, спина. Ну, я взял и ляпнул. Давайте я попробую. Я был уверен, что... У меня буквально... Вдруг сочилась эта... Энергия. Как я себе энергию накручивал? Я тогда не знал о тибетской практике. Как я накручивал? Я закрывал глаза и представлял, что я вешу над пропастью. И кончиками пальцев держусь из последних сил. Вот. И когда мне это реально удавалось, я видел там далеко внизу такой серебристый сверху маленький такой ручеек, оказавшийся подо мной километровая пропасть. Я вешу, держусь. И когда я входил в вот это состояние, что я как бы поверил, что я вешу, мне вся энергия переходила в кончики пальцев, которыми я якобы держался за скалу. Вот. И вот я в таком состоянии взялся лечить эту даму. Вот. Приходит она ко мне домой. Я не любитель ходить. Вот. Не раздевая ее, прямо как была в платье, я положил лицо вниз. Вот. И рамками я тогда не владел, маятником не владел, просто начал перебирать ее позвонки. Вот тут вот болит, тут не болит, тут болит, тут не болит. Вот. Все позвонки помял, прикинул, представил. Вот. Аккуратненько где-то их раздвинул. Ну, образно раздвинул. Пальцы совал между позвонками. Вот. Все делал на интуиции. Никто мне никогда не учил, никогда не видел ни одного массажиста, и никогда мне никто даже массаж не делал. И вот я когда закончил, то есть, это, все прощупал позвонки, потом растерли спину, и сказал, все, первый сейчас закончен, звоните. Ушла дама, неделю тишины, потом звонит и говорит, Валерий Константинович, я чуть не умерла. Я схватился за сердце, ну, как так, Господи, что же я натворил, да вы же простите меня. Она говорит, узнает, а, она продолжает. Вот, температура 40, держалась долго, спина горела огнем, как будто ее, это, жгли специально. Вот, утюгом. Горела, горела, горела она. И, а теперь держите за стулья. Она говорит, Валерий Константинович, замечательно. Я иду к вам. Но я уже решил так. Да, и играю. Отказался увеличить дальше. Хотя, потом шли звонки, звонки, то есть, я уже понял, она уже зависима. Вот. Хотя обидно, обидно меня, наверное, сохранило на всю жизнь, я больше ее не встречал. Обходил стороной. Вот. А у меня вся моя жизнь, это цепочка, 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 непрерывная цепочка каких-то событий. Потом, значит, я почти одновременно два события. Первая я просто прочитал статью о двух самых на тот момент раскрученных целителях в России. Фамилию назвать не буду. Вот. Ну, по крайней мере, одни из самых раскрученных в России. И с иронией автора статьи говорит, ну, вот они целятся, лечат людей. Ага. У одного и второго же жены умирают от рака. Вот. Потом я узнал, что у Джона умер сын. Потом еще пару таких же случаев. То есть я понял, что целители, даже если помогают людям, то расплачиваются здоровьем своих близких. Я сказал себе, больше никого лечить не буду. Вот. Но если я вас буду учить, кстати, вот сразу и делаю отступление. Например, я буду учить, как поднимать биополе с помощью обращательных упражнений. Не будем же мы считать, что я вас лечу, да? И меня Бог не накажет за эту учебу. И вот один пример. Так. Вот такой получился. Вот. И тут мне попадается книга. Да, почему я не умер от избытка энергии, тем отказавшись учить людей. Многие хотели спасать сосенцы. Или они лечат, или они болеют. Вот. Кстати, попробуйте отличить целителя, который берет и лечит, передавая ему свою энергию. А другого, который говорит, я целитель, высасывает из вас всю энергию. Всю. И вот тут мы вернемся к проблеме биополя. Биополь индивидуально, оно имеет защиту. Но, а как защиту имеет? Защиту почти во вся случай жизни. А вот я отдельно случай жизни, риск огромный. Произошло еще два случая в моей жизни. Один из них такой. Я поехал на похороны дальней родственницы. Я не мог переступить пределы кладбища, хотя я был в числе родственников, должен был стоять возле гроба. Невидимая сила меня остановила. Остановила и не пускала туда. Не пускала, не пускала. Вот. Действительно сила. Я не знал, как себя вести. Мне было стыдно, страшно. Я не мог переступить границы кладбища. Стыдно. Они там хоронят, а я родственник. Ну, пусть не ближкий родственник, племянница мальчика. Но все-таки стыдно. Не смог. А потом оказалось, мне мальчика сказала, что взяла и вот так ляпнула, говорит. А вы знаете, мы ее похоронили живой. Как живой? Она была теплая. Я жутко встала. Думаю, не поэтому ли? А дальше вот такое продолжение. Приезжают ко мне в гости очень близкие друзья. Муж с женой по Норильску, которые здесь же живут не дали чем в 50 километрах отсюда, где мы с вами. Вот. Они похоронили сына. Вот. Ну, похоронили не вчера, не позавчера. Мне не сообщили, я не участвовал в похоронах. Но прошло какое-то время, может быть, дней 10 после похорон. Не знаю точно, не помню. Может, две недели. Вот. У меня вот рядом жена, рядом приемный сын. Слава. Так, настрой была дома. Они приехали вдвоем, убитые горем, еще в трауре. Вот. отвлечься. Просто отвлечься от этой муки душевной. Мы посидели за столом. Вот. Это было днем. У нас не принято днем пить. Никогда я днем не пил. Вот. И вдруг она говорит, а давайте поменем моего сыночка. сидела, молчала. Достал я бутылку водки, выпили мы, с ними помянули. Они уехали, а мы заболели. Я терпел, у меня полное бессилие, но мне надо было работать. Я держался из последних сил. Этот дикий кошмар продолжался месяц. Но самое страшное случилось, который сидел недалеко от нас был, со Славиком. Ему было тогда лет 12. Он заболел так, что его пришлось положить в больницу. Он лежит неделю, вторую, третью, четвертую, а диагноза нет. Нету. То есть никто, врачи ничего не знают. Он лежит, а от чего лечить не знает. Полное стопроцентное бессилие. Просто бессилие. лежит и рук ног поднять не может. У меня было в легкой степени. Но даже у меня это осталось. Каким-то чудом, пусть это было не нарушено, энергия была с нас забрана. Это сто процентов. Просто так больницу не кладут, сами знаете. Вот. И на моем заводе нашлась женщина целительница, обыкновенная коронавщица. Она пришла к нам. А! Выписали из больницы ребенка через где-то дней 35. Больше месяца он лежал. Выписали. Так ничего и не сказал. И он дома такой же дохлый. Ну может чуть все-таки шевелился, ходил, но настоящего извлечения не наступило. Вот. И вот эта Катя пришла к нам. перелась его лечить. Она его померила рамками. Она его обжигала свечкой, шептала, снова мерила рамками. Через 2-3 дня он был как огурчик. Вот. А я наблюдательный человек. А еще один случай только сейчас вспомнил. Вы поймите, я же вас подвожу к очень важным делам. Мы же будем на практике все это проходить. То о чем я говорю. Я не спускал с нее глаз. Мне было все интересно. Она сказала, а еще когда Славик болел, еще тогда никаких экстрасенсов не маячили, ни Кашпировские, ни Чумаки, еще помине не было. Вот для меня это была такая диковинка. И наконец я познакомился с феноменальной бабушкой. И тогда я понял еще кстати сказать, потом вывод сделал, что физическое здоровье от биополя, от здоровья энергетического не зависит. Это разные вещи. Бабушка Божья одуванчик и у нее было страшное горе. Заметьте тенденцию. У нее тоже умер сын. Но она была целительницей и продолжала целить. Здесь в Красном Хуторе живет одна семья. Надя с Виктором. Я ездить начал на девятке когда это было давно. лет двадцать пять назад. Редкость повеличайшая. А в деревне вообще ни у кого. И вдруг оказалось, что Надя слегла. Многие отказали. Виктор пришел ко мне, а мы как бы соседи, друзья по хутору. Вот. Валера, надо свозить три раза в эту самую деревню Калы. Там живет свидетельница. Вот. А где Надя? А Надя в больнице в Черемушках. Я приезжаю в Черемушке. А, ему работать надо. Вот. А я что-то в отпуске был, по-моему. Раз я мог три дня подряд возить. Наверное, был в отпуске. Я же с первого дня, как сюда приехал, работал на САЗе. С 84-го. С на САЗе. с АЛИМИНИЕМ. Я поехал в Черемушке. Выносят ее медсестры. Они обе держат с двух сторон подмышки. Ноги волочатся за ней. Молодая, ну, сколько молодая, лет 35 она была. Цветущая женщина, работящая. Вдруг в таком состоянии. Кое-как запихнули ко мне в девятку и мы поехали. Приехали к бабушке. Я не... Это последняя надежда была, действительно. У нее были ноги покрыты красными пятнами. Поставили диагноз рожа. На самом деле, просто врачи сказали, мы лечить не можем. И самое смешное, что это они дали адрес целительницы. Черемушкинские врачи, профессиональные врачи, дипломированные врачи дали адрес целительницы. Бабушка встретилась хорошо и что мне повезло, она приняла меня за мужа. Потому что на третий день она меня выперла, когда случайно узнала, что я ей никто. Но первые два дня, значит, вот. Итак, ноги обернули красной тканью, дальше она поджигала кусочки ваты, клала их на это самое, на ноги больные, поджигала и говорила, не это главное, главная молитва. Шептала молитву, через три дня она уже была практически здорова, через неделю ухудшение, еще дополнительный сеанс, отвез на четвертый, и с тех пор прошло тридцать лет, да, где-то так, наверное, двадцать пять, тридцать лет прошло, память страдает. и получилось так, что на моих глазах совершено было чудо, настоящее стопроцентное. Итак, крайности не берем, целительство существует, другое дело, будем с вами отличать целителей, настоящих от ненастоящих.